Меня зовут Киздель Александрович, Вася мой. Тихо! Заместитель председателя Краевого Союза, вот Виталий Юрьевич. Я коротко скажу, но по делу. Потому что сейчас начинается разговор такой, вас там 30 сантиметров, вас там уже сносят. Проблема-то сейчас какая? Ну, главное сохраниться, да? У вас есть три варианта. Вас сносят, строят красивые ряды отдельные граждан, приближенные к администрации, какой-то бизнес. И вы заходите туда в большую аренду. Первый вариант. Второй вариант. Вас разбивают, какое-то время мучают, вытягивают из вас все силы. И потом в итоге все равно вы идете, вас сносят, и вы идете в аренду. И есть третий вариант. Но он самый сложный и самый нереальный, особенно для отчасти. Почему? Ну, потому что я сам родился в городе Шарыпово. Вот там поменьше, конечно, поскольку побольше, но я знаю, что такой провинциальный город, да? Где власть, прокуратура, жители, это все. Как бы все друг друга знают, за одной стенкой живут, но при этом договориться не могут, да? Потому что где? Так вот, третий вариант такой. Вам надо объединиться. Вам, вот если даст Бог, здесь есть несколько людей, которые реально готовы тратить свое время, потому что в Красноярске все выстояло, благодаря, ну, я, вот Виталий Юрьевич нас объединил, как бы, предприниматель, мы там, как бы, и мы занимаемся этим каждый день на протяжении уже какие-то... Ну, почти 10 лет. Ну, почти 10 лет, понимаете? И если вы не объедините сейчас, вот все, что я сейчас слушаю, мы сейчас даже заулыбались, мы 5 лет назад это слушали, про эти благоустройства, про эти там 30 сантиметров, вот реально, мы как будто 5 лет назад обыкнулись, но тогда какая ситуация была? Тогда была универсиада, было огромное количество, ну, простите меня за слон, бабок в Красноярске. В Ачинске есть? Я езжу через ваш город каждый год по нескольку раз. Дороги на... Дорог нету? Их нет вообще. Вот я еще по объездной ничего так, как бы, вот... Так, ребята, у меня нет там дороги. Какие-какие благоустройства? Ну, ладно, можно договориться, допустим, предприниматели собраться, говорят, ребята, вот Кишустин дал нам право вам 7 лет сделать. Вы там вокруг тоже пару деревьев посадите, там, что-то вот бабушки как-то не хотят, как-то сказали, да? Ну, давайте за счет предпринимателей, если есть такая возможность, потому что я сам застал. Так вот, я про эти три варианта. Вот вы должны просто определиться сейчас. Я знаю, вот вы даже, смотрите, как будет дальше, вы объединитесь. Найдутся там среди вас люди, которые будут, потом вас начнут разбивать. Отдельно каких-то и выискивать слабых, притягивать, чтобы там, значит, подливать вас по логончику. Вот так вот все будет. Потому что мы это все проходили. И мне, понимаете, я вот на вас смотрю, я вот не вижу здесь барыг. Вот реально, я вижу работяг. Вот все какие-то загорелые такие, с работы прибежавшие, скотча бумажек, понимаете? И поэтому я, вот я на вашей стороне, я не на стороне из чиновников, тем более в Ачинске непуганных, да, которые тут, ну, решили, что это их территория. Это вот их какой-то небольшой такой. Поэтому, смотрите, самое главное, у вас есть возможность, у вас есть старшие товарищи. Ну так, простите, что я назову их, да? Но у вас в Красноярске есть люди, которые это все уже прошли. И если вы реально готовы бороться за свои семьи, за свои зарплаты, да, вы там, может быть, не пролетарий, да, там у станка не стоите, вы там предпринимаете, перепродаете, торгуете. А есть, которые производят наверняка, да, что-то. А есть, которые реализуют тех, кто производит, потому что их супермаркеты все тебе наберут, правильно? Разные же бизнесы, цветы, это вообще отдельная история. Так вот, у вас есть старшие товарищи в Красноярске, которые готовы, вот я лично готов вас поддерживать, готов тратить свое время на вас, но в случае только в том, если вы реально здесь будете бороться. Если вы реально что-то объединитесь, если вы реально будете отслеживать у себя ситуацию какую-то. А потому что вот эти вот разговоры, которые сейчас происходят, мы вот можем часами здесь сидеть. Нам надо вам просто дать алгоритм действий, да, как сейчас действуют. Вот Виталий Юрьевич, я просто знаю, что он реально возьмет это письмо для Полищука. Вот тогда сейчас нос остановит, вот я бы хотел, чтобы вас завтра не снесли, вот реально, искренне не хочу. Я знаю, что Виталий Юрьевич религично отдаст это письмо и еще там по-человечески попросит, там, ну, там, полномочия. Да, ну, может быть, как-нибудь позвонить, чтобы там не снесли вы его завтра. Ну, что, а вдруг правило завтра изменится, а он уже без работы останется. Поэтому вот это я вам хотел сказать, вы должны это понять. Самое страшное, что вас будут разбивать. Будут выискивать, значит, вас слабо, будут вас запугивать. Слушай, мы теперь будем говорить вам, смотрите, ребят, мы тебе продлим, но ты там проголосуй на комиссии, как надо, а мы тебе продлим. А через год снесут. Мы все это прошли, я знаю, все эти предатели сегодня, которые там в Красноярске, и все, это половина, нет, ну, половина тут остался еще там. Понимаете? Вот этот момент учтите, и как бы мы готовы возгоняться контактами и быть на связи, но если вы реально готовы. Поэтому я и говорю, в комиссию должны входить предприниматели, которые сами занимаются этим бизнесом. Спасибо.